Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся опять в моем ретро-разделе «Назад на рыбалку в СССР». Сегодня мы поговорим не совсем о советской катушке, но о катушке времен СССР. Катушка сделана в Германии. Германия ГДР. Называется Relix Rex 64. Давайте рассмотрим эту катушку поближе и поподробнее. Итак, вот такая катушка. Давайте вначале рассмотрим внешний вид. Катушка сама полностью металлическая. Пластмассово у нас идет только шпуля. Вот мы откручиваем винт-держатель шпули. Вот такая вот шпуля у нас. Вот внутри, обратите внимание, механизм. Такой вот механизм. Вот у нас есть в комплекте запасная шпуля. Тоже устанавливаем, закручиваем. Катушка, я бы сказал, настоящее произведение искусства. Такая вот изящная, металлическая. Даже такая ретро, красивая. Здесь мы с одной стороны на катушке написано Relix. Это как бы поправлять, если я неправильно говорю. Как бы это... Я думаю, что это фирма. Называется Relix. Здесь вот в круге и хвостик. Давайте вот такая вот рукоятка. Здесь жесткая пластмасса. Здесь тоже полностью, все она практически из металла. Вот здесь вот лицевая такая сторона. И с этой стороны мы видим Relix Rex 64. Катушка. Все, что мне известно, что 64 это год. То есть обычно эта фирма ставила год. То есть в каком годе выпущено, такой год они и ставили. Это 1964 года. То есть катушке больше 50 лет. Но что здесь вот эмблема в пластмассовом круге. То есть рыбка, а за ней целый мир. Тоже интересная картинка. Что самое интересное в этой катушке, что как при забросе мы как обычно отгибаем лескоукладыватель. Но самое интересное то, что когда мы начинаем крутить, лескоукладыватель здесь защелкивается самостоятельно. Вы скажете, а что в этом такого, что он защелкивается самостоятельно? Я вам скажу, что это 64 год. Опять же поправляйте меня, если я что-то неправильно скажу. Но сейчас я вам покажу для образца катушку. Тоже времен СССР. Шекспир. Она была намного позднее. Но как вы все помните, что раньше было мало конструкций. То есть лескоукладыватель, когда мы отгибаем, он защелкивался с помощью, сам по себе он не защелкивался, только с помощью, вот на самой катушке, такая вот круглая у нас, такой отрезочек у нас есть металлический. И лескоукладыватель защелкивался за счет этого отрезка. То есть сам он не защелкивался. Шекспир. Далее наша советская катушка-дельфин. Тут тоже самый принцип действия. Защелкивалось все с помощью удара. То есть вот удар об корпус, и только тогда шпуля защелкивается. Эти все катушки, есть еще много примеров. Орион. Орион уже была такая. У меня был обзор. Катушка Орион безинерционная. Но она была намного позднее. А здесь, что интерес 64-го года. И механизм уже все само защелкивается. Без всяких там приспособлений. Вот такая вот катушечка. Давайте мы ее завесим. Полностью металлическая. Катушка весит 364 грамма. Как я говорил. Завесим. То есть померяем шпулю. Шпулю у нас 60 миллиметров. То есть 6 сантиметров. Вот такая вот интересная ретро-катушка. И так как мы видим, еще самое интересное, что вот здесь вот переключатель. Вот это белый кругляшок. То есть мы переключаем. Здесь вращается в двух направлений. Как обратите внимание, что сколько лет прошло, она до сих пор вращается отлично. Здесь мы переключаем другое положение. В одном направлении крутится. Но как я еще сказал, крутится просто идеально. Кто что знает о этой катушке, пишите в комментариях. Как всегда, буду рад. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Не пропускаем мои ретро-разделы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok